Здравствуйте, наши дорогие и уважаемые подписчики канала Авиа от Латвии, а также все те, кто к нам сегодня присоединились. Мы вас приветствуем совсем не солнечный, а с захваченной хаосом Юрмалы. Это вот самые первые кадры, которые вот сейчас я снимаю, буквально посмотрите. Вот такой у нас ураган. Я вам уже не раз говорил, что у нас поменялся климат, у нас стоит 26-27 градусов погода. Она, конечно, была идеальная для лета, но мы дождались тропического шторма. Такого у нас никогда не было. Это первый раз вообще в истории. Посмотрите, это я иду просто по одной улице. Одна улица из Юрмалы. Вот в таком состоянии все находится. Я удивляюсь вообще, как у нас здесь еще электричество, но пока есть в домах. Посмотрите, что произошло с деревьями, с заборами, с столбами. Этим солнцем, чтобы вы понимали, больше 100 лет. А вот сейчас они вот так вот все выкорчено. И хорошо, спасибо, что в этом случае она упала вправо. И, конечно, проехать невозможно. Но могла упасть на дом, на один или на второй. Вот это вообще еще вполне может завалиться на соседний участок. И посмотрите, вся улица в таких деревьях. Это один участочек буквально. Ну сколько мы тут? 30 метров туда, в одну сторону 30 метров в другую. А здесь людям повезло значительно меньше. Посмотрите, какие разрушения. Посмотрите, как вывернуло. Это дуб, это дуб, ребята, чтобы вы понимали. Вы посмотрите. И береза. Акация. Все выдернуто просто. С корнями. Ну, слава богу, хоть дом не так сильно пострадал. Брусчатка вся наружу. Посмотрите. Я иду по одной улице. Еще дождь и льет. Прежде всем при этом. Посмотрите. Деревья лежат. Паранги буквально. Кому-то не повезло с забором. Спасибо, что не с домом. Забор как-нибудь уж починим. Как же этому счастливчику повезло, что дерево не упало на его машину, а буквально в 10 сантиметров от него легло. Здесь уже активно работают службы коммунальные. Деревья лежали на дороге. И они уже их успели распилить. То есть люди работали всю ночь, чтобы люди просто могли проехать. Это бревно не одно, как вы видите. Через каждые 50 метров лежит дерево. И здесь уже их растаскали влево и вправо. Это Межа проспект. Одна из центральных улиц Юрмалы. Посмотрите. Просто лежит дерево. Его все объезжают. Ну, по обочине фактически уже. И вот так вот оно все выглядит. Посмотрите. Концертный зал Дзинтери. Посмотрите, сколько воды здесь. Здесь море, можно сказать, уже здесь. Я иду сейчас, смотрите. Вот, сколько воды, не, посмотрите. Больше чем пощикал, пощикалку мою не видно. Вот так все выглядит здесь сейчас. Вчера закончился Лаймарайон в Улдеву Юрмала 2024, видите. Вот. Так, что завершилось в этом году у нас, можно сказать. Уже вчера начался этот шторм. И вот в таком виде сейчас подбывает эта площадь. Улица Юрос, всем хорошо известная, где находится Болтик-Бич. Ну, тут я не знаю, я уже скоро по колено буду, наверное, идти. Смотрите. Быстро ехать на машине здесь нельзя, можно заглухнуть уже. Сынусные корты. Езжу сейчас по участкам Юрмалы, потому что клиенты попросили посмотреть, в каком состоянии недвижимость. Не все на месте. И вот приходится все снимать, поэтому снимаю вам всю Юрмалу по кругу. Ну, основную, дорогую Юрмалу, мне так говорить. Заеду в гости к Лаймин Вайкл, зачем проезжать буду мимо нее. И Аллы Борисовны Пугачевы с Максимом Галкиным тоже на вилле Марта. Тоже посмотрим, что там у них происходит заодно. Вилла Марта, где сейчас живет Алла Борисовна Пугачева и Галкин Максим. Ну, здесь пока я не вижу больших разрушений, конечно. Ну, на асфальте как везде, собственно говоря, все разбито. Но дом стоит в порядке. Сосны не валяются нигде. И прочие деревья. Только вот ветки обломаны, как вы видите. Здесь все более-менее нормально. Вот только там вдалеке, видите, метрах 100, дерево наклонившись висит над дорогой. Может упасть в любой момент. Майя Ви. Железодорожная станция. Поезда не ходят. Людей нет. Задержка идет поездов. На 30 минут сказали, сейчас задерживается. Вы же понимаете. Людей нет. Эдинбурга с проспекта. Здесь я просто не проеду. Здесь я могу проехать. И там я смогу проехать над этим вот деревом, да. Дальше я не проеду. Там лежит дерево прямо. Посмотрите, еще метров 40 впереди. Видите? Получается, что я никак там не смогу проехать. Надо разворачиваться. Ну вот. Ну а мы с вами как раз проезжаем мимо дома Лайма Вайхула. Кстати, вот соседний участок продается. Мало ли кто, может, захочет купить и построить дом себе. Чуть больше тысяч квадратных метров. Участок продается. Давно продается. И вот рядом прямо с домом Лайма Вайхула. Ну что я могу сказать. Пока никаких больших разрушений не вижу. С чем я ее поздравляю. По большому счету хорошо. Что человеку не придется сильно страдать от этого паводка и урагана. Все в порядке. Нету повальных деревьев. Все более-менее в порядке. Поэтому можно за нее только порадоваться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это все. Это, ребята, вот это бедный человек. Пять деревьев на дом, на один. Это жесть. Это просто жесть. Вот. Это тяжелый пострадавший, конечно. Главное, чтобы страховка была. Я не знаю, там крыши нету. Это понятно уже. Посмотрите. Как они легли просто на дом. Сверху. Здесь я тоже не проеду. Никак. Я не знаю, что делать, честно говоря. Потому что я с одной стороны не мог подъехать. И сейчас другую. А последняя дорога осталась. Значит, тут вообще никак. Вообще. Не побольше и никак. Все, народ. Я проехать никак не могу. Ни с какой стороны. По-третьей. Стоять, дорога тоже перекрыта. Короче. Проми надо съела тоже перекрыта. Мера ела перекрыта. Соответственно. Кемеру перекрыта. Я не могу заехать. Ну что, посмотрим, какая карма Лайма Вайкула. А у нее карма, по всей видимости, неплохая, ребята. Потому что у нее все в порядке на участке. Ну, как один сказал мой хороший знакомый, небедный человек. Видите, напротив, кстати. Вот, пожалуйста, сломано дерево. Что у умного человека карма всегда хорошая. Карма может быть плохая только у страховых компаний. Ну, наверное, так оно и есть. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться сегодня. У нас много работы, как вы видите. И пожелайте нам успеха. Потому что он нам понадобится. Здесь, вот, кстати, на улице Болдеру проспект, Дзинтеру проспект. Там, где находятся основные дорогие дома и квартиры. Как раз таки не так все страшно. Но Диленя пострадала именно чуть-чуть дальше. Вот туда, в ту сторону Юрмала. Две-три улицы от моря дальше. Парадоксально, но это факт. Поэтому есть чем заниматься. Потери есть. В некоторых случаях не маленькие совсем, как вы видели. Поэтому, ну что, будем устранять. Придется ездить, заполнять заявления для страховых компаний. Ну что ж, это тоже часть нашей с вами жизни. Ну вот так вот как-то. А на сегодняшний день у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока. У умного человека карма всегда хорошая. Карма может быть плохая только у страховых компаний. Ну, наверное, так оно и есть. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться сегодня. У нас много работы, как вы видите. И пожелайте нам успеха. Потому что он нам понадобится. Здесь, вот, кстати, на улице Болдеру проспект, Дзентеру проспект. Там, где находятся основные дорогие дома и квартиры. Как раз таки не так все страшно. Но Деленя пострадала именно чуть-чуть дальше. Вот туда, в ту сторону Юрмала. Две-три улицы от моря дальше. Парадоксально, но это факт. Поэтому есть чем заниматься. Потери есть. В некоторых случаях не маленькие совсем, как вы видели. Поэтому, ну что, будем устранять. Придется ездить, заполнять заявления для страховых компаний. Ну что ж, это тоже часть нашей с вами жизни. Ну вот так вот как-то. А на сегодняшний день у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.